Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я первый раз сняла урожай для того, чтобы сделать семена. Сейчас покажу вам семенные томаты сорта Настенька. Вот я его тут взвесила специально для вас. Когда я делала видеообзор и говорила, что они 250-300 грамм, и говорила, что вот моя Настенька, которая у меня в руках, 200 грамм и побольше. Да, вот она весит 242, и томаты первой кисти весят все примерно так, какие-то больше, какие-то меньше. Но в данном случае для меня вес не важен, потому что они все равно все уйдут на семена. Вес нам не нужен. Нам нужно, чтобы томат был полностью зрелый. Когда у меня спрашивают, из каких томатов вы делаете семена, чтобы они получались качественные, я всем отвечаю, только из самых спелых, самых крупных томатов. И вы, наверное, видели, что Настенька у меня давно поспела, но я ее не снимала с куста сматочного. Она у меня висела долго-долго-долго, пока не переспела и пока вся даже не растрескалась. К сожалению, конечно, такие томаты на еду не идут, но у меня основная задача получить качественные семена. На еду мне хватит других томатов. Вот эти самые крупные, первая, вторая кисть, у меня все уйдут на семена. Даже вот эта красавица в 250 грамм, сейчас я ее тоже разрежу и вытащу семена. Я всем обещала показывать, как я буду семена, этап за этапом, потому что кто-то хочет, выписав семена один раз, на второй год, ну как, оставить свои томаты и получить свои семена. Это возможно, но вам придется пожертвовать самыми крупными, самыми спелыми и самыми красивыми томатиками. Вот эти спелые томаты, шаг первый у меня, я беру, разрезаю и сейчас осторожно-осторожно, маленькой такой ложечкой, крошечной, я выберу все вот эти семена вместе с оболочками, вот такая у нее как желатиновая оболочка вокруг семечка, вместе, главное, чтобы вместе с этой оболочкой помещу все в какую-то тару, вот, например, стеклянную банку для сбраживания. Весь процесс получения семян за один раз мне показать не удастся, потому что он разделен на этапы, вот сначала выемка семян, потом сбраживание несколько дней, потом промывка, процеживание, просушка и расфасовка по пакетам, все. В результате кто-то в этом году осенью получит вот эти отличные, крупные, качественные семена томата Настенька. Полученные вот из этих красивых, сладких, наверное, очень вкусных плодов. Но, как говорится, самый хороший плод нужно оставлять на семена. Вот это золотое правило, если вы будете выполнять, у вас всегда будет хорошая рассада здоровая, хороший урожай, крупные плоды, потому что именно крупные и спелые томаты родят потом хороших детей, качественных. Все, вот этот маленький видеоролик я показала специально по просьбе тех, кто хочет дома заготавливать свои семена. Это процесс не одного дня, он долгий, кропотливый, но потом вы награду за этот труд получите в качестве больших, крупных, сладких семян. До свидания. Как всегда, свой видеоролик каждый я заканчиваю приглашением. Кто хочет читать статьи с описанием сортов, с методами борьбы с насекомыми, с болезнями растений, заходите ко мне на страницу в Одноклассники, набираете Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Все, вся информация и видео, и статьи, и заметки будет вам доступна. Если добавитесь в друзья, а я принимаю всех, то рассылкой будете автоматически получать все мои видеоматериалы и все мои заметки. Желаю всем богатых урожаев. Лето уже в разгаре, нужно пользоваться, стараться скорее ухаживать за своими питомцами, чтобы получить потом вот такой вкусный, красивый и очень сладкий, наверное, урожай томатов, я имею в виду сейчас. До свидания.